Доброе утро, СтопГейм! В эфире Инфакт! State of Play, YouTube-шоу авторства Sony, в котором она делится новостями касательно PlayStation и игр к ней. Сегодня ночью случилось ещё одно такое, и оно всецело было посвящено показу геймплея эксклюзива PS4, Призрак Цусимы, как её озаглавили в наших широтах. Разработчик Sucker Punch Productions. Представление заняло целых 18 минут. Показали открытый мир и активности в нём, Графические красоты, что по ощущениям не сбавили спустя первый показ, Боевую систему, игру с окружением. Сравнение довольно грубое, но напоминает Ведьмака про Японию и японцев. Полная версия с субтитрами по ссылке в описании. Выход запланирован на 17 июля. 13 мая Epic Games представила новую версию своего флагманского движка Unreal Engine 5, и всю презентацию разработчики иллюстрировали на примере технодемки, запущенной на PlayStation 5. По словам главы Epic Тима Суини, при разработке движка его компания тесно сотрудничала с Sony для пущей подготовки к новому поколению консолей. И среди прочих хвалебных эпитетов сделал особый акцент на, шутка ли, твердотельных накопителях PS5. Консоль способна практически мгновенно отрисовывать мир, который может занимать десятки гигабайт. Мы уже давно и очень тесно работаем с Sony над системой хранения данных, заявил Суини. Ее архитектура в PS5 намного опережает все, что сейчас можно купить для компьютеров за любую сумму. Эта система поможет развивать будущее ПК. Рынок компьютеров увидит эту штуку на релизе и скажет «Вау, нашим SSD придется ее догонять». Что Microsoft, что Sony планируют запуск Next Gen'а в праздничный сезон 2020-го, то бишь зимой. И, по крайней мере, Sony переносить запуск в связи с вирусной не намерено. Пусть так и будет. И еще немного подробностей по мотивам вчерашних новостей. Собственно, Mafia Trilogy. Все три игры в одной упаковке. Третья – Озвесим, вторая – подрихтованная и графически облагороженная, и первая – с нуля воссозданная, красивая, чертовски. По-хорошему, подробностей стоило ожидать лишь 19 мая, однако из магазина Microsoft сквозняком надуло видосов, что были вскоре и спешно потерты. Интернет запомнил расширенный тизер ремейка первой игры Mafia Definitive Edition и полноценный трейлер переиздания Mafia 2 Definitive Edition. Они на экране, а ниже в описании по соответствующей ссылке. Как стало известно, Дэниэль Вавра, руководитель разработки, сценарист, дизайнер, словом, создатель оригинальной первой мафии, не так давно сковавший Kingdom Come Deliverance, совершенно не причастен к разработке ремейка. Цитата из его твиттера. «Так как меня спрашивают об этом целый день, я не работал над ремейком. Я не жду от него многого, никто мне о нем ничего не говорил, я ничего о нем не знаю, никто мне за него не платил. Мое участие – нулевое. Я написал и срежиссировал только оригинал». Конец цитаты. «Касари». Потому что «Пятница» и «Стопгейм». Их у нас традиционно два. Тысяча рублей за лучший блог недели получает дружесникам Шанти. Темой его исследования стал южнокорейский кинематограф. Чтобы выявить общие тенденции, национальные черты, склонности к жанрам и в местной актерской игре, он самолично отсмотрел более сотни кинолент, написал краткие рецензии о каждой из них и подвел любопытный итог всему увиденному. Плюс в конце статьи автор оставил свои персональные рекомендации и дизрекомендации касательно увиденных киношек. Ещё и оформил концептуально. Молоток. Обзор игры Someday You'll Return нарекаю лучшим за неделю. Над ним трудился товарищ Анимансер. Аккуратно оформленная статья, которой сопутствует аккуратно смонтированное видео для буквофобов. И эпитет «аккуратно» я тоже подобрал «аккуратно». При том, что оформление, как я и сказал, выполнено ответственно, замечу, что буквофилы могут и уколоться от здешних формулировок и конструкций. Хотя сам текст интересный, а уж тем более предмет его описания. Но брюжу, как всегда, лишь в назидание. Поздравляю победителей, жду в личке. Respawn Entertainment – компания-разработчик таких игр, как Apex Legends, Star Wars Jedi Fallen Order и немного ранее Titanfall. Вот касательно последней и грустинка. Соучредитель компании Вин Зампелло заявил, что на данный момент новая часть серии не разрабатывается. По его словам, развития франшизы хватает и усилиями Apex Legends. А серию он бы и хотел когда-нибудь воскресить, но это время еще не настало. Ранее заявлялось, что разработка новой Titanfall отодвинута в угоду другим проектам. Теперь же вот так. Стоит полагать, что проекту можно присуждать статус «замороженного до лучших времен». Увы. Epic Games устраивает мега-распродажу. Скидончики, 10-долларовые купоны на покупку игр и за покупку игр, крупнички в бесплатной раздаче и лежачие сервера. Вероятно, последнее стало следствием наплыва людей жадных до халявы, поскольку в качестве секретной заманухи, что была нетипично скрыта от глаз ожидающих, стала одна из самых продаваемых игр в истории. Grand Theft Auto V. GTA. Еще и в премиальном издании со всеми DLC. Как от такого удержаться? Фактически сервера не лежат совсем мертвыми, но пробиться через неожиданно возникшее и достигнутое ограничение числа одновременных пользователей очень и очень непросто. Не удивляйтесь ошибкам 500, 403 или 505. Разные люди говорят разные цифры. Пробуйте позже и дообрящите. Удачи вам в этом. Ну а это лишь вершки. На сайте StopGame.ru новостей и видеоигр куда больше. Например, вы знали, что Crusader Kings 3 выйдет аккурат 1 сентября? А у нас там еще и трейлер есть. Да и много крутейшего разнообразного иного контента. Рекомендация дня. Текстовый обзор аркадного шутемапа Huntdown за авторством Алексея Лихачева. Гляньте, вдруг зайдет. Приятных вам выходных и хорошего дня.